Запись началась. Всем привет еще раз. Да, я думала, когда уже начну все объяснять, но давайте с рассказом про технику и мои идеи тоже запишем. Писать позже. Сейчас с мелкой на площадке параллельно слушаю. Хорошо, буду ждать вашей работы. Итак, техника несложная. Здесь самое сложное, на самом деле, как по мне, это придумать идею. Я вот тренировалась, нарисовала северного оленя с северным сиянием. И в целом могла быть и лучше. Вспоминала переходы, градиенты, что как работает и так далее. В общем, в чем может быть задумка этой техники? Можно взять какую-то тему, одну, и поместить ее в относящуюся к этой теме иллюстрацию. Вот, например, у Юли в чатике был там фон, типа закат, котик сидит и в портрете кота. Я уже себе собрала референсы. Давайте вам я скину ссылку. Ссылка на референсы. Итак, что в ней у нас есть? Идеи, которые я нашла и которые я каждую захотела воплотить, но не уверена, что ожидания реально сойдутся. Смотрите, здесь есть горы. Самая первая, такие заснеженные. Их можно поместить в орла, которые рядом. Дальше вот море, дельфины поместить в медузу. Деревеньку нарисовать, поместить ее в котика или в собаку. Северное сияние совместить с оленем. Вот я с этих референсов и брала. Там всякий лес тоже можно, допустим, условно охоту какую-то сделать. Тоже в собаку поместить. Закат в саванне можно сделать либо в коте, либо в льве, в зебре и так далее. Жирафы во льве прикольно. У меня примерная задумка. Она такая, я придумываю, но хочу, хочу ее. То есть я собрала референсы, примерные идеи. Вот, допустим, море дельфинов в медузу, например, можно сделать. То есть медуза и у нее в голове, например, вот эти вот щупальцы, наверное. Не знаю, как эти штуки называют, сущупала, которые у нее под шапкой висят. Их можно отрисовать, как они есть, а в саму шапку поместить вот картину нашу, которую нарисуете. Вот. На самом деле у меня еще были задумки из разряда какой-нибудь вулкан. Не знаю, там в девушке танцующей латину в платье в развивающемся. Или, например, какая-нибудь ведьма варит что-то в котле и в кошке. То есть что-нибудь такое. Либо в шляпе. Вот. На самом деле вообще полет фантазии безграничен. Можно там, ну, какой-нибудь снега, леса, там что-то такое. Там иглы, которые на севере там в том, вот в этом же олене, да, например. Вот. То есть берем какой-то пейзаж и какой-то объект, в котором этот пейзаж будем потом в конце вписывать. Объект берем несложный, да. То есть чтобы это был силуэт, там, например, в профиль животное. Можно, не знаю, что-нибудь, там, дорогу. Прикольный, кстати, референс был. Сейчас скажу. Есть он, нет? Да, самое первое вот с горой, там, где дорога, можно, не знаю, автомобиль какой-нибудь нарисовать, если есть любители автомобиля, да, и в него вот эту дорогу с горами вписать. То есть что-нибудь такое прям... Блин, столько идей прикольных, я хочу их все нарисовать. Но нет, нужно на чем-то одном не остановиться, иначе не до ничего получится. Я решила нарисовать леопарда, силуэт просто черный, в саванне. Но что-то, на самом деле, я хочу, наверное, закат. Там, где жирафики вот эти вот. Ну, жирафов только не рисовать. Давайте его тоже сохраню. И посмотрим. И вписать это все. Сейчас нужно сохраниться. Ааа, в котика. Типа он такой смотрит и такой, я сейчас как рррр, как леопард, буду бегать. И такой тык-тык-тык-тык побежал, понесся. Вот. Типа все эти котята в душе хышники. Вот. Такая задумка у меня. Сейчас я перекину закат. А, неизвестный формат. Ты чего? Что, скриним тогда? Почему-то иногда они открываются. Ага, разрешение. Ну, ладно. Здесь, смотрите, здесь качество фото в целом супер качественное, не обязательно. Потому что нам нужны, главное, чтобы считывались силуэты. Ну, давай. Да, наверное. Ой-ой-ой. Наверное, я хочу закат. Если есть те, кто... Есть... Давайте, напишите, пожалуйста, есть ли те, кто вообще самый-самый первый раз рисует и никогда с иллюстратором не сталкивался. Да, вместо жирафов можно будет вот этих вот жирафов трех больших убрать. Отзеркалить картинку. И, типа, леопард бежит к тем двум. Такой... Прикольно, наверное. Но, опять же, ожидание реальность у меня. Вот я сегодня олень рисовала, и как-то у меня... Ожидание реальность не сошлись. Вот, поэтому... Ну, тут, кстати, по ракурсам все хорошо будет. Получается, размера вот такого он будет. А потом... Самое сложное, на самом деле, это будет... Вот сначала мы красоту нарисуем. Как это? Ну, в горизонтальном, да, скажем так, формате. А потом это все нужно будет в силуэт упихать. Вот это будет сложно. Так, у меня тут что-то... Ну что, поехали. Надеюсь, всем хватило, то, что я тут проболтала, времени сохранить, зайти, определиться с идеей, да, посмотреть референсы. Если не появятся идеи, спрашивайте, я что-нибудь придумаю вам, что можно взять. Так, я сейчас быстренько ланшебную зарядку еще ткну. Вот. Итак, переносим фотографии на нашу рабочую область. Можно это сделать просто перенеся кадр, но он тогда будет помечен крестиком, и нужно будет справа здесь высветиться, быстродействие, и нужно будет встроить. Ну, в целом, нам это не обязательно, но лучше встроить, чтобы не потерять исходник. Либо же через файл, так у меня эта панель не отображается, файл открыть. У нас вылезет окно, да, и там уже ищем картинки, которые нам нужны. Они откроются в отдельных вкладках, и из этих вкладок просто через инструмент выделения берем и перетаскиваем нужную нам вкладку. Понадобится нам сегодня инструмент перо, инструмент нож, и, вероятно, кому-то понадобится, я это расскажу, инструмент создания фигур, чтобы вырезать дырочки. Вот, на леопарде, наверное, это покажу. Либо на... Посмотрим. Наверное, на леопарде. Вот. Оно нам может понадобиться как и на создании силуэтов, да, просто черных, у леопарда у меня просто черным будет, так и на создании фигуры, в которую будем вписывать наш там пейзаж и так далее. Вот. Переносим все на один слой обязательно. Ну, это не обязательно, но так будет удобнее. Все делаем на одном слое, располагаем иллюстрации так, как вам удобно. То есть я сначала нарисую фон, потом я нарисую леопарда, потом я нарисую котика. И этот слой я блокирую. Гепард. Гепард. Ну, мне так сложно говорится. Гепард. Геопард. Ладно, буду знать. А как они отличаются? Чем они отличаются? Вот. Слои блокируем. И создаем новый слой через вкладку слои. Ее можно найти окно. Вот, вверху окно нажимаем. Здесь вылазит такое большое диалоговое окно. И вкладочка слои. Еще она, кстати, открывается на F7. Вот. И создаем новый слой внизу. Тыкаем на плюсик. Его уже не блокируем. Ничего с ними нужно делать. У гепардов, по-моему, в смысле у леопардов. Если это леопард, то у гепардов, у них, по-моему, пятна, да, другие? Сохранить. Да я еще ничего не начала. Еще ничего не начала. Хорошо, сохраняюсь. Так. Эфир 3. Все. Я сохранилась. Строением, окрасом, размером. Леопард меньше. Лазит по деревьям. И окрас у него точка в кольце. А у гепарда только точки. Он не лазит по деревьям. Да, гепарды не помощнее, да, по-моему? Ой, леопарды. Я запуталась. Гепард самая быстрая кошка. Куча картинок. Да каких картинок? Я ничего не рисовала. Фотографии. Все. Поехали. Нам нужен инструмент перо. Быстренько расскажу, как им пользоваться. Я, если что, левой панелью инструментов не пользуюсь. Я все на горячих клавишах, но объясню через нее. Инструмент перо, английская буковка P. Давайте я тут покажу. Когда ставим одну точку, у нас появляется линия. Если его не просто тыкать, то у нас создастся фигура с просто прямыми сторонами. И вот она у нас с заливкой. Заливку обязательно при начале работы. Удаляю это все. Переводим в обводку. Чтобы сделать закругленную линию, мы точно так же первую точку ставим. Вторую ставим. Не отпуская левую кнопку мыши, начинаем тянуть. У нас появляются у сети манипуляторы. И мы уже через это сглаживание линии формируем нашу дубу. То есть, когда будем что-то обрисовывать, нам понадобятся, наверняка понадобятся мягкие линии. Если вы нарисовали линию и вам не нравится, как встала, например, вот эта точка, можно через инструмент прямое выделение, горячая клавиша, кнопочка А английская, либо через зажатый control. Видите, у меня крыси сменился, видно же его, видно. Берем эту точку и двигаем. Либо двигаем усики. Когда мы его отпускаем, у нас обратно недорисованный контур возвращается, полосочка. Чтобы сбросить закругленную линию, например, нам нужно было сделать что-то мягкое, а теперь резко провести линию в какую-нибудь сторону. Кликаем на последнюю опорную точку, и у нас сбрасывается плавность и получается резкий угол. То есть, мы потом что-то тут нарисовали и потом опять увели в плавность. И чтобы завершить фигуру, мы нажимаем в первую опорную точку. Все, вот у нас фигура готова. Это вкратце по работе пером. И чтобы двигать вот так, как я сейчас двигаю, зажимаем пробел. У нас появляется рука, и с зажатым пробелом мы отодвигаем. Чтобы приближать, отдалять, это зажимаем Alt, отдаляем, приближаем. Я просто помню, в комментарии писали, спрашивали про программу, вдруг к нам присоединили, скачали. И сейчас такой быстренький экскурс в работу иллюстратора. Вот. Ну что, погнали. Начнем с фона. Ой, не туда нажимаю. Начнем с фона. Что мне нужно сделать? Мне нужен квадрат. Так, давай белый поменяем, например, на вот такие голубенькие линии. Да. Просто делаю фон. Это будет основной фон неба. Да, то есть какой-нибудь рыженький. Дальше нам нужно нарисовать облака. Здесь, смотрите, схема такая. Сейчас мы будем рисовать на удаление от себя. Если вы рисуете горы, например, то те горы, которые дальше от нас... Давайте я сейчас быстренько заскриню на примере, сразу покажу. Так, ну тут не очень хороший пример. Ладно. Тут просто солнце прямо на среднюю гаду падает. Вдруг кто-то возьмет горы. И чтобы не было... То есть вы можете нарисовать, смотрите, и вот тут что-то не так, что-то не то. Смотрите, воздушная перспектива. Те горы, которые ближе к нам, они потемнее. То есть вот эта гора темнее, чем вот эта. Немного, но темнее. Следующая светлее. Эту, которая в центре в расчет, в принципе, берем, на нее солнце падает. Но имеем в виду, что она была бы чуть светлее, чем впереди стоящие. И дальние горы, вот на них солнце не падает, но они все равно светлее, чем впереди стоящие. То есть чем от нас дальше объект именно в пейзаже, да, ну, в принципе, тем он светлее. Чем ближе к нам, тем он контрастнее, более детализирован и более темный. То есть более насыщенные оттенки можно брать. А дальние они как бы такие в полудымке могут быть. Вот это если будете рисовать горы, поле, например, несколько таких холмов. Вот. Где? Вот, я сделала фон. Дальше беру инструмент перо и начинаю рисовать облака. Смотрите, фон у меня закреплен. То есть то, что у меня будет за фоном, да, вот за этой голубой рамочкой, ее тут не видно, к сожалению, то будет у меня скрыто. Поэтому, начиная облако рисовать я за пределами... Отчего? А где мне свет? Цвет, ладно, пропал. За пределами области, которая будет у меня основной картинкой. Сейчас я цвет добавлю. Куда-то он делся. Так, голубенькая тэнс. Вот, облако. Дальше давайте нарисуем, например... Пойдем снизу вверх. Пока что рисуем по максимуму все, что хотим, но не расстраиваемся, если это то, что мы нарисовали, если оно, ну, скажем так, обрежется в фигуре, в которую мы это все будем вписывать в дальнейшем. Потом можно будет в ней подвигать объекты. Потому что я вот оленя, которого нарисовала, сначала я расположила так, как оно бы по-нормальному, да, смотрелось. А потом уже, когда нарисовала оленя и вписала в него природу. Потом какое-то болото у меня получилось, не река, а с отражением какое-то болото. Когда это болото в оленя вписало, оно... Пришлось подвигать многие элементы. Там деревья, само сияние. Нет, что такая дурацкая форма. Еще, кстати, можно будет, кто был на эфире по PiperCut, можно будет сделать фонд в PiperCut. Ну, если он такой простенький будет, да, из разряда, как вон, облака и жирафы. И... Вписать его... Ой. Фу, вписать. Сделать фонд в PiperCut и вписать уже в фигуру. Ммм? В каком идее? Текст. Кажется, это у нас все хаотичненько. Цвет потом будем подбирать. Думаю, облаков хватит. На самом деле, работа делается максимально быстро. Очень быстро. Так, наверное... Сейчас подумаю. Попробуем градиентом фон сделать. Я просто думаю, либо разными объектами фон, либо через градиенты попробовать. Наверное, через градиенты, но через коке. Ладно. Это проблема будущей меня, поэтому продолжаем. Так, я же хотела отразить. Ладно, облака оставляем на этом месте. Сейчас я разблокирую слой. И кнопочка в свойствах отразить по горизонтали. Облака у нас пускай такие остаются. Хотя, можно их тоже отразить. Вот это я только перенесу, которое сбоку такое на пальце похоже. Потому что оно за дерево хорошо пряталось. Вот так. И вот это тоже отражу. Вот такая сторона тогда пустая. Вот это получилось. Знаете, вот так. Да, так хорошо. Нет, не хорошо. Все отражаю. Тынц. Ой, смотрите, облако вот это вот получилось похоже на таксу. На собаку. Так. Екатерина, вижу, подняла руку. Екатерина, если что, я включила тебе функцию говорить, если ты не случайно нажала. Если что. Но в целом, как показала практика, многие нажимают случайно. Так. В общем, ладно, с фоном. Плюс-минус. Знаете, тут это чуть-чуть поднимем выше. Разобрались. Вот это опустим ниже. Этих двух жирафов я отрисую. И отрисую дерево. По-моему, оно акация, да, называется. Но я могу ошибаться. У дерева рисую ствол. То есть, смотрите, сейчас, так как дерево у меня будет одной фигурой, ой, я могла еще шире сделать, одной фигурой, одним цветом, то я могу не беспокоиться за то, как у меня будут соединяться элементы, да. То есть, я нарисую отдельно ствол, отдельно веточки там, почти чуть ли не каждую, отдельно крону, и потом все это объединю в один объект. Вот. Поэтому пока что я хаотично начинаю создавать фигуры. Так, например, сюда. Давайте сюда введем. Так, например. То есть, если я понимаю, что здесь у меня листья будут, то у меня такая кривенькая, просто ровная линия сделала, чтобы не париться за обводку всего-всего. Сюда. А те стороны, получается, которые видимы, их мы рисуем ровненько, как они уже будут у нас выглядеть. при работе. Да, и, наверное, я сразу на дереве покажу вам инструмент с созданием фигур. Сюда. Сюда. Вот так. Часть дерева готова. Далее. Погнали рисовать следующую крону. Давайте берем до сюда. Листья хочу потом просто одним объектом все сделать. Ну, почти одним. Хотя, может, одним. Это, кстати, листья. Сюда, сюда. То есть, сейчас я обрисовываю более-таки крупные ветки. Так. Так. Через control двигаюсь от манипулятора. Замыкаю. Потом нужно будет это все сгруппировать. Так, смотрите. И сейчас я отдельно рисую отверстия, которые будут в... Ну, между ветками. Да, чтобы это не была одна такая толстая полка. А все равно это у нас веточки. Поэтому на них тоже обращаю внимание, не упуская из вида. Так. Вопросов никаких нет. Или у меня опять чат сломался как на первом эфире. Я вроде обновляю. Тишина. Если есть, рассказывайте, спрашивайте, задавайте. Все ли понятно пока что из того, что я делаю? Сохраняемся. И далее я рисую крону. Ну да, это будет у меня одним объектом. Следующий у нас идет повыше. И если рисовали вот такие кривые линии, которые не видны, то учитываем, чтобы их не было видно. Потому что если их будет видно, то внешний вид работы может испортиться. Ну, либо потом придется подгонять и ровнять все. Я не люблю лишнюю работу. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы меньше ровнять потом. Не всегда это получается. Но стараюсь. Так, вот тут у нас. Так, захватим. И вот чуть-чуть вот так. Ну, у меня здесь пересечение, то есть близко линии пошли друг к другу. Ничего страшного. Ага. Почему это странно начало? Ладно. Через control поправляю это все и соединяю. Так, и рисую вот это вот. Вот это вот. Пустое пространство между листьями. Я, кстати, когда подбирала референсы для, ну, Орла. Там есть Орел, по-моему, который в профиль вот так смотрит. По-моему, он. Сейчас загляну. Чтоб сейчас не наврать. Да, он. У него, ну, кто смотрел, обратите внимание, какой крутой глаз. То есть его можно, я думала, если брать Орла, например, то можно нарисовать Орла, глаз, и глаз оставить, чтобы он был, то есть был силуэт, и глаз. У меня третий эфир подряд. У меня вот туша ассистента лежит на фоне. Только все подготавливаю, приходит ложиться. Так. Поехали. Теперь... Нет, я еще не все палочки трясала. Давайте рисую. Хотела показать инструмент объединения... Ой, создание фигур. Сюда. Сюда. Потом нужно будет внимательно просто все, все, что нужно, объединить, а что не нужно, не объединять. Так как здесь три полосочки, в полосочке веточки рядом, то я просто их одним элементом сделала. Все равно это будет не видно, что это один элемент. Буква «ш». Итак, инструмент. Инструмент. Давайте сейчас наглядно, чтобы все это было видно. Я отмечу те места, которые я буду вырезать, отверстия. Я их сейчас выделяю. Каждый объект... Можно их выделить все. То есть, выделили первый объект, зажали «шифт», выделили второй объект. они оба объединились. Дальше нашли следующее отверстие. Вот это выделили. Далее вот это. Это не отверстие. Ничего, все, что ли? Подозрительно мало. Ладно. И поменяли, допустим, взяли, не знаю, розовый цвет и заливку на обводку. Ой, наоборот, обводку на заливку, чтобы их было видно. Очень странно. Ладно. Далее. Сейчас чтоб наглядно там. Выделяем. Все, дерево. У меня захватились облака через зажатый «шифт» я облакаете, снимаю с них выделение. Видите, у меня только дерево. Дальше через «шифт» я уберу выделение с розовых частей. Чего ты не убираешь? И залью... О! Это как? А что? А, у меня фон еще. Нет, не фон, а контур. Внезапно. Почему он выделился? А, потому что я внизу вела. Перевожу все в бирюзовый. Ну и давайте сразу в черный. Ну давайте не в черный, сначала в серый, потом по цветам будем двигать. Не снимаю выделение с дерева, через «шифт» выделяю розовенькие элементы. И теперь магия. Инструмент создания фигур горячей клавиши «шифт» плюс «м». Ну, горячие клавиши не очень удобные, что их несколько. Приближаю и через... Видите, когда я навожу, у меня появляется такая сеточка и плюсик у курсора. Дальше я зажимаю «альт» и плюс меняется на минус. Когда я нажимаю «минус», он удаляет розовую часть. И получается вот как раз та дыра, которая мне нужна между ветками. А здесь, так как у меня, видите, много веточек, здесь придется на каждый розовый элемент щелкнуть, чтобы очистить, чтобы фон был виден. И вот тут. Ты чё? Да, иногда бывает, что я на контур нажала и у меня исчезла розовая часть. Собственно, вот, не снимая выделения, иду в инструмент «обработка контуров». Его можно найти «Окно». У нас выпадает большое диалоговое окно и там у нас обработка контуров. Захожу и самый первый верхний инструмент «Соединение». Нажимаю и всё, у меня всё дерево слилось в одну фигуру. Все контуры, которые были, слились в одну фигуру. И, то есть, вот, у меня один цельный объект вышел. Вот. Теперь поехали жирафа. В общем, то, что я буду заканчивать, вот именно с обработкой контуров, я буду серым заливать. Потом подгоню в чёрный. Сейчас посмотрите, потеряется. Так, возвращаем бирюзовенький. Жирафики. я ездила в ростовский зоопарк один раз. Ну, не прям зоопарк была там. Ездила не в зоопарк, но сходила в зоопарк. И там был вольер с жирафом. Я его кормила. Он любил забирать еду из руки, но он не любил, чтобы его гладили. Но я его погладила. У него очень смешной такой длинный синий язык был. И он так вот ветку с правой несколько раз окруживал и съедал. Так, хвостик. Ладно, давайте не будем хвостик рисовать. Какая-то ерунда получается. Ну, ладно, лапки тоже. Я не знаю, как оно физиологически должно просто быть. и может выглядеть криво. Я знаю, что у них колени выдающиеся, поэтому их можно обрисовать. Так, первый жираф готов. Здесь вот это отверстие между шеей и лапой точно так же через обработку контуров. Ой, через создание фигур. Интересно, удобно ли им жить с такой длинной шеей. Вообще, лапа в раскоряку. так, это сделали и теперь рисуем отверстие. все выделяем. Давайте переводим заливку в обводку, shift x горячая клавиша и выбираем. Ну, тут я цвет не стала менять на розовый, да, потому что одно всего отверстие и плюс я рассказала. То есть, также через обработку контуров зажимаем, ну, фигура должна быть выделена, зажимаем alt и на минусик удаляем то, что выделено сеточкой. Так, птичек, птичек, птичек нарисуем. Давайте нарисуем, это пусто. Если что, можно убрать всегда их. Птичек нарисуем одну птичку. Ну, так, схематично, да, как, я думаю, в детстве себе так рисовали птичек и галочки. Так, control. птичек, ладно, наверное, пойдет за птичку. В целом, да. И поехали. Выделяю птичку, сейчас буду ее копировать. Можно, конечно, скопировать через control-c, control-v. Можно зажать alt и увести птичку в нужное нам место. Здесь, допустим, ее разместить. привет. что-то мне тебя так плохо слышно. Да, видно, все хорошо. Слышно как-то, не знаю, мне, по крайней мере, плохо, еще я себя слышу. Согляну, может, у меня косяк. Нет, у меня по максимуму прибавлено. Так, я нашла как тебя прибавить, но я не знаю, как это будет с телефона. Да. вот я скопировала всех птичек, которых... А, вот еще внизу вижу. Наверное, ее лучше будет сюда добавить, потому что здесь у нас будет гепард бежать. тебя слышу, но... А, и себя тоже слышу. Вы не слышите вообще? Ну, я прибавила еще в самом Телеграм. Так, ладно, сейчас Юля пока там будет разбираться. С техническими моментами мы переходим к гепарду. Гепарду! Гепарду! Гепард. И его сильно не вдаваясь детали просто обвожу, так как он будет просто тень. Когда ты говоришь, я могу свой микрофон отодвинуть, и я буду потише. С телефона я... То есть, не с телефона, а с компьютера, а с правой кнопочкой мыши на Юле портрет и там прибавила, и мне стало слышно чуть лучше. Вот. То есть, получается, громкость именно ее. Так, а так? О, теперь громко, теперь можно даже убавить тебя. Вот, теперь все супер. А дубля у тебя нету? Нет. Ага, отлично, все, прекрасно. Тогда с телефона буду, а с этого, с айпада буду читать чат. Ну все, всем привет, получается. Я только сейчас смогла добраться до своей локации, где буду вот с вами болтать, потому что оказалось, что Тверь это квест во всех смыслах, и пришлось в итоге снять отель в центре города, договориться, чтобы приняли на час раньше, чем у них обычно заезд. Вот, вот, в общем, но я теперь с вами. Вижу, что рисуете Африку. Угу. Так, чат я читала, без дубля, привет, привет, Лера. Так, Лепард, самая быстрая кошка, все так, все так. Но Даша сказала, что с телефона, если что, можно было тоже зажать изображение Юли и тоже прибавить. Да, вижу. Но там это не сильно помогло. Да, странно, что не работала с айпадом. Это с айпадом я сегодня то, что тебя вообще не слышала. Да, да, это было как раз с него. Так, ну, замечательно. Рассказывайте, как у вас у всех дела, как настрой, что рисует, потому что я пропустила начало трансляции, потому что ехала в такси. Ой, гепард. Черт молчит, они мне не рассказывают. Да, рассказывают. Тебя ждали, наверное. У меня обычно, когда на эфирах чат молчит, это значит, что все просто рисуют. Да, либо рисуют, либо игнорят. Я не знаю. Наверное, рисуют. Да, это тонкий момент. А то обычно в вебинарах, когда разговариваешь, там, говорят, поставьте плюсики, поставьте единички, и все такие, кто в этот момент рисует, такой, да, блин, да, все надо переделывать. Так, пока еще не понимаю, что у меня получается, но что-то должно выйти. А что предполагалось, что будет получаться? Так. Лошадей. Рисовать для тебя лошадей. Ой, спасибо большое. Это мило. Да, там закрепить можно окошко. Я вот сейчас с телефона просто сижу, и мне пришлось закрепить окошко, где Аня рисует, потому что я тоже вперед выходила. Секунду, поговори, пока я, мне звонят. Хорошо, да, да, давайте. Ну ладно. Ладно, все. уже положили трубку. Сейчас напишу. Так, с компьютера тоже должно быть можно, там вроде можно где-то закрепить. А, как вариант, я могу попробовать повернуть свою камеру? Мне интересно, если я поверну свою камеру горизонтально, будет ли она доминировать или нет. с компьютера просто правой кнопкой. А, да? по видео и закрепить видео и закрепить видео. я хотела сделать море, я хотела сделать море с дельфинами и в медузу его. Медузи эти. Щупалы просто прорисовать, ну просто что-нибудь есть, а в голову сделать морюшко. Да, кстати, прикольная идея. Что-то с водой. Нет, дельфин, правда, класс. ворла, в море ворла, леопарда, гепард. Так, гепард в целом готов, можно его уменьшить. Например, вот такого размера, хватит нам его. А это ты всех уже отрисовала, то есть там... Ну, вот этих черных я не буду, получается вот так. Сейчас буду небо. Ой, нет, небо уже готово. Сейчас я нарисую землю, пол, и буду работать с цветом. Замечательно. Я вчера видела жирафа. Настоящего. Ты его покормила? Нет, его нельзя кормить, потому что он на диете. О, он бедненький. Да, мы очень расстроены, на лечебный. На лечебный. Лечебный? Мы очень расстроились, да, когда прошли по основной части зоопарка московского, и она вся была закрыта, там всякие волки, вот кошачьи были закрыты, вроде должны были быть леопарды, всякие снежные барсы. И проходим, и слышно, что они есть. то есть там кто-то рычал, кто-то подбывал. Но потом мы нашли, мы вышли в новую часть зоопарка, и оказалось, что там все-таки есть, там были львицы, был тигр, тигр просто жикарный, кто у меня в сторис был, видели тигра, просто замечательный. И вот, жираф тоже был, он грелся просто, то есть у него прямо такие грелки стояли, он стоял и грелся, наблюдал какой-то ремонтник, что-то там ремонтирует, так что жирафики классные. Я когда ездила в зоопарк, ну, московский тоже, я ездила конец марта, это было начало апреля, и, короче, они все были в спячках. Я выходила по пустому зоопарку, такая, лошадок по носу погладила, посмотрела там издалека на, а нет же, лошадки вру, а нет, были лошадки. Короче, я приставала к тем, кто есть, и все. Я мечтала увидеть Манула, зато инотика посмотрела. А мы инотов не видели, ну и Манула, в общем-то, тоже не видели. Панда очень классная, это серьезно, это мое тотемное животное. Не потому, что она лежит и ничего не делает, а потому, что она явно драма-квин. Видела ее вообще, вот это вот, как она вот так вот лежит просто на своей ветке. Это было шикарно. Я подумала, что да, вот драма-квин, это я, да. Так, я тут градиент сейчас буду делать. Надо про него, наверное, рассказать. Конечно. Сейчас я скопирую, чтобы подсматривать градиенты. Скопирую. И заблокирую. В общем, выбираю фон, выбираю, чтобы у меня на первом месте стояла заливка, а не обводка, потому что, ну, у меня такое часто, я начинаю делать градиент, думаю, что ты не применяешься, а там заливка, ой, обводка впереди стоит. И он градиентную обводку применяет. Вот. Дальше инструмент градиент. И вот такая штука у нас ставится. Я уже вертикальную выставила, полосу, по которой будем настраивать. Так она у меня встала горизонтально, но вот тут есть квадратик, за который можно, ничего не происходит, за который можно потянуть. Не, у меня там круглышок сверху. Вот. Либо за то, либо за то за квадратик появляется, как так сказать, стрелочка, и за нее можно ее крутить. Бертиент. Вот. Думаю, попробую сначала позахватывать с основной картинки цвета. Если не понравится, то вручную подгонять уже их. Да, когда применяете градиент, он всегда по умолчанию становится линейным, бело-черным, и потом эти цвета меняются. Это нормально. Угу. Чтобы добавить еще один оттенок, вот если подвести близко к полосе, да, которая у нас вот стоит, появляется плюсик возле мышки. И нажимаем, и у нас появляется еще одна точка, которую также можно окрасить. тут что-нибудь посветлее можно. Вот. И так каждую точку. Можно использовать другие типы градиента. Там есть радиальный, когда из круга расходится, и есть, как он называется? Произвольный. Да, произвольный, где просто точки у нас появляются на вот этой, на фоне, и можно дополнительный ставить, и каждую точку в отдельное место. Это как такой, как по мне, это градиент меш на минималках. Вот. Я с ним не очень тоже подружилась с этим градиентом. У меня с произвольным градиентом вообще не пошло. То есть, я вообще не понимаю, как им пользоваться, но, в общем-то, мне он и не нужен. То есть, если, ну, нужно создать более что-то такое реалистичное, я сразу просто пользуюсь градиент мешем. И у этого есть еще одна причина. Произвольный градиент не сохраняется в IPS 10, потому что его тогда еще не было, и поэтому, если его сохранить в IPS 10, он сразу же растрируется. Для чего вообще сохранять IPS 10? Это позволяет загрузить картинку на стойке. То есть, на стойке вектор грузится в определенных форматах. Это либо IPS 8, либо IPS 10. Это просто векторный формат, так же, как AI. Но из-за того, что это такие довольно старые форматы вектора, получается, что не все инструменты новые, которые добавлялись после того, как они были когда-то там созданы, вот, например, произвольный градиент и еще некоторые инструменты, они сразу же растрируются, а вектор с растровым файлом внутри на стойке загрузить нельзя, потому что он уже считается как бы не полностью векторным, и из-за этого произвольный градиент нельзя загружать на стойке. Мне кажется, это сложно немножко объяснила, но тем не менее. То есть, поэтому я, в общем-то, произвольным градиентом никогда не пользовалась. Зато градиент-мэш, который позволяет создавать супер реалистичные иллюстрации, я думаю, что многие сегодняшние наши гости присутствовали на моем предыдущем эфире, вот, который я проводила когда-то давно уже. Перед седьмым потоком. Вот, да, с уточкой. Вот уточку в градиенте осенью была. Да, по-моему, осенью. Потом, у меня наверняка видели мустанга в этом, в градиент-мэш такого реалистичного, его от фотографий вообще не отличить. Это вот в этой технике, это все вектор. И иногда репостим работы учеников, тоже вот векторные, то есть, не супер реалистичные получаются, эта техника именно в градиент-мэш. Вот его на стойке грузить можно, и он очень там пользуется спросом, потому что, ну, эти изображения, их можно растянуть хоть надолго. Серьезно, они не потеряют в качестве, потому что вектор, это у нас математика. Так я себя сказала, как будто это что-то классное, типа математика. Ей! Да. Так, Юля, ты в каком отеле? Я в отеле Лимон. Юль, в сторис увидела черного лебедя, я хочу что-то с ним нарисовать. Давай, давай! Я вообще, я только знаю. Люблю животных, люблю смотреть на ваши работы, особенно по мотивам. Надеюсь, вы оценили орущего павлина. Кстати, по-моему, после... Так никто не решился павлина нарисовать в этом поперкате. Кстати, вот как раз Валерия пишет, как дела? На каком этапе? Ну, в принципе, не ожидали ничего раньше, чем через три месяца, как договаривались, да? Но мы помним, мы помним. Я помню, был очень классный в поперкате попугай с огромным количеством деталей, и сова, по-моему, тоже, с огромным количеством деталей, и наложений. Прикольно. Да. Но павлина мы все равно ждем, Лера. Все, тебе не отвертеться уже. Да, мы тебя запомнили. Правда, мы же сами ее уговорили нарисовать. Да. О, честная векторная я нарисую. Конек-горбунок, да, тоже. Конек-горбунок, да, тоже крутой был. О, ребят, кто сейчас не понимает, о чем мы говорим, что за конек-горбунок, павлин, техника поперката и прошлое, техники другие. Это все были у нас предыдущие эфиры. Также рисовательно-болтательные саней. Первый эфир мы провели по технике лоу-поли, до сих пор приходят работы по лоу-поли. Второй эфир у нас был в технике поперкат. Аня рисовала фламинго, но другие участники рисовали другие штуки, то есть, ну, как бы на эфирах можно повторять то, что рисуем, но в целом многие все равно выбирают уже создавать что-то свое, и мне кажется, это самое крутое, когда ты даешь одну иллюстрацию, а все все равно создают свое, вот прямо свои иллюстрации на темы, которые интересны. Вон Даша прислала конька. Да-да, конечек. Сразу с автором Даша, молодец. Так, в целом, по-моему, неплохо, градиент прям такой закатный получился. Да, замечательно. Сейчас я это с прошлого эфира буду сменять аватарк в Телеграме, так как Аня забудет меня и моего конька. Да, я грешу тем, что я запоминаю ого, я не все выделила, тем, что я запоминаю людей по их аватаркам. Да я тоже, кстати говоря. И на всякий случай дублирую. Так, этих двух я убираю, потому что с ними все понятно. Теперь рисую кайцу. Я хочу, чтобы она была повернута. Ну да, пускай вправо. Вот так. Кайца. ее нам нужен в принципе только силуэт. То есть вот этот ошейничий, глазки. Да, так же, как гепарда. И по инструменту создания фигур я рассказала. То есть если бы это был из разряда вот как вот этот товарищ, тоже можно рога между лапами это все обрисовываем. Так как я на дереве показывала, что обрисовываем и удаляем. Чтобы каждую эту не рисовать. Вот. Хочу его попробовать сделать пушистеньким. Вот думала, как. ой. С вашего позволения я... не пользовалась вот кривыми? Да, да. Вначале повторила. С вашего позволения почему у меня все... Я гляну, какая у тебя была эта кошка, как она нарисована. Вообще, кстати, смотреть на чужие работы это очень крутой инструмент. То есть, в этом нет ничего позорного, зазорного. От этого ваша собственная фантазия не ухудшается. То есть, есть такое распространенное убеждение, что чем больше ты смотришь на чужие работы, тем меньше становится собственной фантазии. И что ты как бы вроде как начинаешь повторять чужое, а не рисовать свое. Но это заблуждение. потому что чем больше вы смотрите, тем больше у вас вашу визуальную картинку памяти накапливается информацией. И потом вы начинаете ее комбинировать, генерировать очень часто даже не осознанно. То есть, вы делаете это на подсознательном уровне, и у вас получается нечто свое, нечто новое. Потому что нет такого, что вообще можно что-то создать абсолютно новое, никогда раньше не существовавшее. Это просто невозможно для человечества. Поэтому мы всегда создаем что-то на основе чужого, на основе многого опыта, многой визуальной информации, которую мы усваивали на протяжении всей жизни. Это абсолютно нормально. То есть, чем больше вы читаете, смотрите, играете в какие-нибудь игрули, смотрите фильмы, сериалы и прочее, прочее, а читаете, уже повторяюсь. В общем, да, чем больше вы копите в себя, тем больше вы сможете выдавать новое. Это очень круто. это я слышала, что, ну, от того, что можно вдохновляться, да, то есть, не переть идеи, а именно вдохновляться. все за нас уже придумано давно. То есть, все техники уже придуманы, все стили уже придуманы. Мы просто берем где-то что-то и комбинируем. То есть, там, взяли, не знаю, стиль какого-нибудь художника, вам он очень нравится, и вы не один в один все равно рисуете, добавляется частичка вас. И выходит, что вы не придумали что-то новое, вы просто, ну, не знаю, можно сказать, адаптировали под себя. То есть, делаете так, как нравится вам. Да. И вот даже, кстати говоря, на наших эфирах, когда рисуют ту же иллюстрацию, что и ты, Ань, она все равно получается другой. Всегда. Абсолютно всегда. Да, это так работает, потому что в каждом уже есть вот эта вот частичка себя, правильно сказала, частичка, ну, собственно, это и есть свой стиль, который пробивается. Поэтому все равно каждая иллюстрация получится в своем стиле. Вот на том потоке, я, по-моему, уже на прошлом эфире рассказывала, что у девочки, и, может, это не озвучивало, честно, имя не помню, потому что, аватарку помню, а имя нет. Прорисовывался, проглядывался, прям ее стиль, ее неповторимый стиль. Я, когда проект мы смотрели, я думаю, по-любому, она, по-любому, это ее работа. Я зашла на платформу, откопала те работы, все те работы, которые я вспомнила, глядя на проектную работу, я поняла, что это вот, вспомнила те работы. Думаю, интересно, это она или нет. То есть, уже такой узнаваемый, причем, стиль. Не просто, что прикольненько, а именно, что он узнается уже. А помнишь, еще на прошлом потоке у нас случилось, что взяли одну и ту же фотографию за основу две разных девушки? Да. И работы получились совершенно разными, вот вообще разными. Хотя вроде техника одна и та же даже была. Да, по-моему, это был, вот как раз, перспектива воздушная. По-моему, да, да, пейзажи. Это было очень интересно смотреть. То есть, понимаете, даже вот если бы они не пришли в одно и то же время практически эти работы, мы бы даже не поняли, что они по одной фотографии созданы. Да, их в один и то, Ну, сколько они были разными. И обе были прекрасные, между прочим. Ну, то есть, они обе были очень классными, на очень высоком уровне. В общем-то, как и все работы наших учеников, о чем мы тут говорим. Тут работа после эфира лоу-поля и посетение океанарио очень крутой. Блин, красивый. Да. Так, силуэт. Я нарисовала кота. Сейчас буду рисовать усы и... Так, сохранится. Все сохранились сейчас. Усы и шерсть на голове, на ушах, потому что тут мелко на грудке как-то получше она пошла. Все равно это у нас будет одна фигура, поэтому можно рисовать разными этими, потом в одно все объединим. так же, как я дерево рисовала. Тебе тут передают спасибо за лайфхак с пером и контрол. Очень удобно. Переключаясь между инструментами. Очень удобно. Спасибо, Юле за лайфхак с пером. Так, я вроде вернулась. Так, усики сильно тонкие делать не буду. Чтобы они все равно видны были. Я уже представляю, какая она классная будет иллюстрация. Техника прикольная. Да, вообще. Мне нравится еще, когда я вначале сказала, что кто будет делать всякие моря, океаны, ну, именно такие многослойные, можно сделать папперкат внутри. Кстати, да, да. Ни на что не намекала. Это чтобы сразу выделиться, кто был на предыдущем эфире тоже. Да, кстати, ну, я говорю, что кто был на том эфире, можно вот совместить, скомбинировать и будет огонь. Мы сразу будем знать, кто на все эфиры ходит. Мне прикольно, что техники действительно можно комбинировать и такие свои авторские фантазии реализовывать. да. Так, усища. Ну, вот чего я парюсь, надо было просто пером, да. Ну, ладно. Ну, теперь уже... раз уж начала, да. Да, некоторые же копировать можно. Да, я сейчас хочу еще пару штук копировать, начать их. И начнутся лайфхаки. для ленивых. И на самом деле можно столькими способами ускорять себе работу. Горячие клавиши просто спасибо тому человеку, кто их придумал. Да, да, да. Покажите, как вам. просто берем перо и рисуем пару усов. Например, вот так. Потом где-нибудь рядом. Ну, как быстро у нас сразу пошло. Ну, вот, три штучки нарисовала. Да, то есть, не завершая контур, просто полосочки нарисовали, в конечные точки через Enter сбросили, все. и идем в свойства обводка и делаем их потолще, там, ну, пятерочка, да, например, у меня. Нажимаю на слово обводка, то есть, не рядом на цвет, а именно на слово обводка и внизу профиль выбираем либо профиль ширины 1, он будет, нет, он не подойдет, значит, профиль ширины 4, там, где он треугольничком нажимаем и у нас усы получаются вот, как сказать, ну, в общем, одна линия просто с утончением на конце, потом мы их выделяем все вместе, идем объект, разобрать оформление, и они становятся у нас элементами не обводки, а заливки, то есть, что у них можно поменять заливку на контур. вот они сейчас так будут отличаться от моих предыдущих. Я вот эти подгоню чуть-чуть. Ну да, то есть, либо одним способом делать, либо другим. Я эти сейчас чуть потоньше сделаю. Второй способ это, конечно, супербыстрый и суперлегкий. Почему я о нем сразу не договорилась? просто слишком много возможностей в иллюстраторе, и действительно одно и то же можно сделать тысячу примерно способами. Это еще есть инструмент толщина, но давай про него не рассказывать. Помнишь про него? Честно, нет. Вот и замечательно, тогда не покажем. На курсе я просто в одном из первых уроков, когда начинаем работать пером, я рассказываю про этот прикольный инструмент, как толщину линии менять не через профиль, а произвольно. Ну то есть, где нужно будет что-то уменьшить, а где-то наоборот увеличить. Поняла, да? По-моему, да. Поищу его. Ширина, по-моему, называется. Ширина или толщина в зависимости от перевода. Ну ты не показывай, каким работать. Да-да-да, он вот в этих, вот в этой группе. Типа трансформации. Морщины. Это не то. Он тебя, наверное, уже вынесет просто. А, вот он. Ага. Все, я вспомнила. Вспомнила, да. Да. Тоже, какой вариант можно было его использовать. Кстати, надо пересмотреть уроки все и повспоминать эти фишечки. Все равно забываются вообще. То есть, одним и тем же пользуешься. то есть, вот выбрала я себе там словно три ой, ведущих инструмента. Ими пользуюсь. Возможности... Что-то в глаз попало. Возможности-то масса. Да. Какая-то шерсть. Вот Ната пишет, а я знаю этот инструмент. О, да, да. Много всяких вот таких вот маленьких штучек. Для линейных иллюстраций он прям хорошо пойдет. Только с ним поаккуратнее надо, потому что линейные иллюстрации и вообще, в принципе, линейные иконки особенно, потому что они меньше, стилизованнее. Они сейчас более такими моноширинами используются и рисуются. Они выглядят стильнее и аккуратнее. То есть, вот когда там линия всякая вот такая, вот знаете, такая ажурная, утончающаяся, утолчающаяся, это уже немножко устарело. Это до сих пор используется. Это можно использовать красиво, но нужно просто поаккуратнее. Ну да, не борщи с ним. Так, там руку подняли, Вероника. Давай, принимай, потому что я не могу сделать. Вероника, так, все, можно говорить. Если, опять же, это было не случайно. Ты что-то начала, хотела рассказать. А, я хотела рассказать, что кто у меня на канале уже давненько, ну, хотя бы там месяц или два назад появился, наверняка видел у меня картинку, такую 3D-картинку с Nintendo, имитация Nintendo и, по-моему, Love надпись. Ладно. Угу. В английском. Она тоже создавалась у меня в иллюстраторе. это новые возможности иллюстратора 2022-го, по-моему, года, или 2021-го. 22-го, по-моему. Или у кого пиратка уже новых версий, у них тоже есть инструмент, он прикольный, он позволяет из простых фигур, вот типа, как Аня сейчас рисует, то есть в теории Аня может сделать такого выпуклого котика, сделать... И положить реалистичный вектор. Реалистичное 3D, вернее. Вот. Классный инструмент, он уже даже помог нам в работе, мы сейчас работаем над заказом, там надо было такое 3D-лого ВК сделать, и вот как раз я его реализовала через... О, да, спасибо. Это она. Вот такую штуку. Короче, я начала записывать урок, я его, вернее, записала, вот именно вот этот с Nintendo и еще один, вообще, в принципе, как работает техника в иллюстраторе, и что вы думаете, во время того, как я его записывала, я случайно отключила курсор мышки, я думала, что он вот уже будет готов, что я его запишу, полностью мы его соберем, на монтаж отправлю, все будет хорошо, и когда я начала просматривать урок, увидела, что у меня курсор мышки там не отображается, вообще не видно, придется перезаписывать, но я его перезапишу, и в 10-м потоке этот урок уже будет. Вот. Я вот с ним до конца так с этой техникой не разобралась. Да? Надо на компьютере попробовать, ноут почему-то это, вообще не тянет, он мощнее, ну, достаточно мощнее, плюс он новый, плюс он без вируса, на этом у меня вирус какой-то откуда-то образовался, и он не тянет, то есть там даже трансляцию, например, это легко идет, то есть не подвисает почти, а с того, помнишь, как мы это, что еще все было. Да, да. Ну, оно так, странновато работает, ты, кстати, даже не знаешь, что больше нагружает, особенно вот эта техника, ведюху или оперативку, но она что-то, я не нагружает, потому что даже мой комп сильно закипает, хотя он вывозит, мне кажется, вообще все, удивительно. Вот, у меня, но тащит вообще в легкую, там, всякие онлайн-игры, например, там, та же РТР, Red Dead Redemption, которая, она, ну, такая, достаточно нелегкая для техники, но он вообще такой, летаем. Офигеть. Вот тут не справляются. Я сейчас обзорила. С каким-то картиночками. Почему? Я за лошадок купила себе ее. Так я тоже хотела, но я все смотрела, не думала, взять, не взять, взять, не взять. Вот к вопросу о том, что, по идее, даже надо играть в игру, где созданы свои миры, потому что это очень круто прокачивает фантазию и очень сильно вдохновляет и заряжает. Но мне в основном просто некогда. И как там на лошадок бегать? Я не хочу тебя расстраивать. Все. Я поняла, ладно. Так, тут вопросики подъехали. Видели, видели, только он в 2022 версии доступен. Да, это вот новая версия. Вот пиратку, которую сегодня скинула, Аня, это, по-моему, пиратка 2022, да? Да, последняя. Да, да. В девятом потоке мы тоже хотим. Да, то есть все уроки, которые у нас добавляются на курс вектора, они на продлении тоже будут доступны. Вообще без проблем. То есть как только он выйдет, он у вас тоже появится в девятом блоке. В блоке дополнительных уроков. Вот, мне его придется перезаписать. Для моего компьютера это сложно, потому что нужно не только тянуть программу и рендер, нужно еще и записывать это все, поэтому это такой, как бы, процесс. Так, вопрос не по теме. Можно, как наполню портфель на шутерстоке у тебя, заказать его разбор? Да, после того, как у тебя будет больше двухсот работ в портфеле, можешь написать мне, и мы решим, если у меня будет свободное время, и я смогу это сделать, да, да, смогу разобрать. Вот. Кстати, да, на вип-тарифе сейчас вместо блока по шутерстоку, как быть автором на шутерстоке, сделали блок другой. Во-первых, там есть мини-персонажка, то есть, как создавать мини-курс по персонажке, вот так, вернее, мы называем коротко мини-персонажка. Там есть информация о том, как создавать персонажа. Там сначала идет один урок чижа, то есть, вообще, про построение человека-животных, а потом, собственно, создание собственных персонажей, таких стилизованных. Там есть и животные, и люди, и как поставить их всех в одну позу, даже если это тираннозавр. Ну, такой небольшой курс, но довольно забавный и приятный. Вот. И плюс добавили туда модуль по портфолио из курса действия. Курс действия это курс по монетизации, который я записывала. Он вышел у меня зимой. Но сейчас, как вы знаете, из-за всей ситуации политической и экономической и стоки и вообще, в принципе, монетизация из-за того, что много сервисов подключили и прочее, и прочее, с этим могут возникнуть сложности. То есть, пока что я не уверена по актуальности информации, что это будет актуально. То есть, как минимум, на шутерстоке мы сейчас зарегистрироваться из России не можем. Из Беларуси, насколько я знаю, тоже. Поэтому мы этот модуль пока что убрали, но оставили модуль по портфолио, потому что он всегда, всегда будет актуален. и после того, как вы проходите курс векторной графики, вы умеете работать во всех стилях, которые мы там изучаем, их там очень много, выбираете что-то свое и, естественно, встает вопрос закономерный. Что делать дальше? Ну, если хочется монетизировать, то какой следующий шаг? И как раз следующий шаг это создание портфолио, поэтому мы добавили этот модуль сейчас вип-тариф, можно пройти, будет модуль по портфолио, создать портфолио, получить обратную связь по нему, ну и дальше уже по ситуации, так скажем, можно будет делать что угодно, либо брать заказы, либо там пойти, например, в офисную работу, ну, в общем, много возможностей, очень много, но подробнее о них мы уже рассказываем на курсе действий, надеюсь, что скоро все нормализуется и мы сможем вернуть его в линейку. Я смотрю, Аня, ты котика закончила тем временем. Да, сейчас будем колдовать, волшебством заниматься. Так, вот эту штуку возьму, сгруппирую фон и сейчас будет самое грустное, потому что оно неформатное. Такой штуку вертикальный, да? Да. Я бы небо увеличивала. Да, сейчас будем туда добавить. То, о чем я и говорила в начале, что грустно будет обрезать то, что создано. Так, в общем, сначала делаем обтравочную маску, а все остальное уже попозже. Выделяем оба объекта, и котика, и фон. Фон я сгруппировала. Котик должен быть обязательно впереди, прям обязательно. Да, только не надо было. Так, разгруппировываем обратно. Котик должен быть впереди, потому что по нему мы будем обрезать. Так, у меня тут выключилось все. Выделяю вообще все. Правой кнопкой мыши создать обтравочную маску. Что случилось? А, у меня это тоже группа, по-моему? Где-то что-то, какой-то косяк у меня вот тут. У тебя код одним контуром? Да. Ну, вот тут есть у него в усах вот эта вот ерундистика. Вот это. Открой слой, пожалуйста. Сейчас, сейчас, мне кажется, где-то. Так, код получается вот он, одним контуром. Если его убрать, то все убирается. Чуть-чуть у него усы поехали, вот этот ус. Ага, может удалить его, да, сразу, чтобы он не мешался. Нужна, чтобы была травочная маска, она была одним контуром просто. Ус. И обязательно выше всего. Так, вот это. Вот это. Тут там. Так, ну и все, котик только остался. Так. Смотрим. Да. вот кусочки усов у него поехали и все. Красиво. Можно, на самом деле, кота будет еще снизу чуть подрезать. Так. У него, слушай, может, вот эта вот часть сзади, где у тебя ровно сейчас обрезка идет, ее может продолжить, тоже вот такую шерстку сделать, и он станет у тебя не сильно вертикальным, а такой более квадратный. и больше картинки влезет. Угу. Так. Там, в принципе-то, ничего такого. Давай тогда отменяем, пока это все дело. Подложим, котика. Да, да, вот эту левую часть. Угу. Так, ладно, пускай тут пока. Котик сюда уведу. Вредный котик. Так, тут Луиза пишет, что зарегистрировалась, на что-то спокойно. Слушай, ну это прекрасно, да, это отлично. Если получается, то все окей. Не уверена, что не будет проблем с выводом денег, но если получилось зарегистрироваться, можно уже, по крайней мере, начинать выкладывать работы, там деньжат-то капать будут, потом когда-нибудь что-нибудь изменится, и их можно будет вывести. Ну, в общем, если получилось, то замечательно. Ну, вот как раз из-за того, что где-то что-то работает, где-то что-то не работает, мы пока что вывели этот продукт с линейки. В целом, можно работать на опережение и создавать себе пакет иллюстраций, который потом пачка можно будет выложить и не рисовать их, допустим, год, там каждый день по три штуки, они уже будут готовы, можно будет просто потихоньку их дополнять. Да, да, это отличная стратегия. Пионер работа для вывода денег. Ага, я вот и жду курс, чтобы научиться и все выложить. да, там много всего научитесь и будет сразу огромный пакет, который можно будет выкладывать. Сколько у нас в среднем работ создают? Около 70, мне кажется, да? Да. Очень много работ, очень много работ за курс создают. Победительница создала больше 100 работ. Что-то 130, что ли, если я не ошибаюсь. Ну, там какие-то такие цифры были. Ну, огромное количество работ за 3 месяца, за 3. Шерстяной мешочек такого на тебя. Угу. Вообще, кстати, пока ты завершаешь, я должна, ребят, вас позвать на курс векторной графики. Я не могу об этом не сказать, потому что старт уже завтра. И если вы хотите научиться создавать векторные иллюстрации в огромном количестве стилей, если вы с нами уже несколько эфиров и вам нравится происходящее, вообще, в принципе, оно вас заряжает, мотивирует, расслабляет, мы будем очень вас ждать на курсе векторов. Это минимум 2,5 месяца. Рисование в творческой атмосфере, в атмосфере поддержки вы узнаете очень много нового. Если захотите, вы сможете использовать это в коммерческих целях, но в первую очередь, конечно же, для рисования, я считаю, это для себя. У меня есть для вас, так скажем, небольшой бонус, всем, кто на эфире, мы даем скидку 15%. Мы даем промокод ЛЕТО, английскими буквами ЛЕТО, 4 буквы, он даст вам скидку 15%, но этот промокод действует сегодня и завтра включительно, то есть во вторник купить курс уже будет нельзя, по крайней мере, по этой скидке точно, потому что мы стартуем уже завтра, поэтому если вы хотели, если вы размышляли, приходить, не приходить, и есть возможность прийти, то, конечно, приходите, потому что вы точно не пожалеете, это будет здорово, ну и плюс мы даем вот эту приятную скидочку на 15%. Вот такая микропауза, микрореклама, но подробнее про курс я еще расскажу в этом паблике, ну то есть в Телеграм-канале, дам вам снова ссылку на покупку, снова пропишу промокод прям буквами, чтобы вы могли его ввести. Что там будет, что вас будет ждать, очень буду ждать на курсе. Кто сейчас у меня уже приобрел курс, приобрел место и сегодня с нами на эфире. Ребята, уже завтра мы с вами стартуем, уже завтра будет создавать иллюстрацию, на самом деле это очень вдохновляет. Аня, мы снова будем смотреть на эти прекрасные работы и радовать нас. Тысячу машин! Так, можно второй раз на курс Алина пишет, Лера пишет, можно, я вот и пошла. Вообще, вообще, я создавала курс с такой программой, чтобы не нужно было проходить его снова. То есть, мы даже позиционируем код, что прошли один раз и на другие курсы можно уже будет не идти в принципе, на мой в том числе, потому что, ну, как бы, зачем нам из вас выкачивать деньги, если вы уже так все знаете, вы реально все будете знать. меня Аня опять нажаловалась тут недняв, что она не может найти себе подходящее обучение. Аня, это и про тебя, если что. Я поняла. Они все не такие. Они все не то. Вот, да, но когда ученики хотят к нам прийти еще раз, конечно, просто супер приятно. Я тоже хотела прийти. Мы тебе каждый раз не разрешаем. Хоть техники все повторю. Да, 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 хоть посмотришь наконец, может, наконец с градиентом и с этим, с азометрией дела пойдут. Я передумала. Чтобы вы не пугались из азометрии и градиент, понимаешь, очень многим нравится. Прямо одна из любимых техник исправила. Две раза мне с ними не повезло просто. Да, но тут прямо кому как. Ну, то есть очень сильно порадовалось. Либо они вас, либо вы их. То же самое с паттернами. Паттерны, кстати, я помню несколько прям штук создала. Мне очень понравилось, когда я все ошибки свои исправила. Мне очень понравилось. По паттернам будут новые уроки. Да. Будет один дополнительный теоретический урок, маленький-маленький, чтобы просто, ну, я расскажу, что такое паттерн, как сделать его бесшовным, где он используется, как используется, чтобы было больше понимания. И запишу новый урок по векторному паттерну, учитывая все возникающие самые частые проблемки, потому что там очень важно именно последовательность действий соблюсти. так, круг шорно пишет. Я надеюсь, правильно произношу имя с правильным ударением. Хочу, но пока нет времени физически, может, пойду на следующий поток какой-либо. Да, конечно, приходи, это будет очень круто. Единственное, мы не знаем, когда будет ближайший поток. Вот, но если нет времени физически, то, конечно, да, потому что на курсе на курсе сами уроки не длинные, они коротенькие. Мы их на монтаже ускоряем, вот повторяющиеся действия, те, которые вы и так уже знаете, оставляем только самое важное, для того, чтобы урок был короткий, чтобы вы 3 часа его не сидели, не смотрели, пошли рисовать свои иллюстрации. Но свои иллюстрации, естественно, требуются времени для их создания. Лера пишет, не надо было такой чудесный курс создавать, когда хочется вернуться. Вообще-то. Извините. Извините. Градиент, любовь. Вот изометрия мне тоже в этот раз не пошла. Ну да, да, то есть она очень по-разному. Кто-то, вот помнишь, Мария Максимова-Кешко, по-моему, так фамилия звучит, надействующая была. Ей очень понравилась изометрия, очень сильно. это с этим, со скриптачками, вот этими, обложку делал, вообще огонь. Я не понимала, как эта голова должна прям работать в эту сторону. У меня не работает. Это очень похоже либо на сборку конструктора, либо на игру Sims. Кто любит Sims, вам 100% это, ну ладно, не 100%, чуть поменьше, но понравится, потому что там можно прям интерьеры такие создавать. Очень просто, кстати говоря. Ну, если есть такое объемное уточнение, то это будет просто. Такое уточнение надо было сделать. Но я имею в виду, что там не нужно рисовать, а настроиться. Вы строите, условно говоря, там прямоугольник, вытягиваете его и получаете шкаф. Ну, как бы, если сильно упрощать, то получается такое. Ой, ты тем временем котика дорисовала почти? Да, так все уже даже. Я птицу сделала, типа глаз, типа нос, типа ухо. Слушай, кстати, я хотела предложить, а что если глазик у котика сделать, помнишь, вот, по-моему, на фотографии, которая приедет? Солнцем. Не солнцем? Я не знаю, как будет выглядеться. Там светящийся белый глаз был. Вот что если такое? Оно было, как солнце, по-моему, сейчас загляну. Давай. Да, это из-за облаков выглядывает солнышко. Просто здесь же закат. А, ну да. А если сделать просто белый глазик, ну то есть белый прям по форме самого глаза, чтобы появилось... Сейчас кое-что сделаем. Сейчас кое-что сделаем. Давай. Так-то мне все нравится. Очень красиво получилось. Очень эффектно. Сейчас. А, так а чего я туплю? Там можно же не искать референсы. У нас же они есть. Так, берем кота. Вот Виктория написала, когда половину терминов не понимаешь. Ничего страшного. Ну и если... Вот так я сейчас посмотрю. Да, Виктория, ты же уже у нас на десятом потоке. Отлично. Скоро все поймешь. И это не будет так, что типа, а что происходит? Это будет настолько постепенно, настолько все очень органично и лаконично, что даже не заметишь, как само больно. Я буду ждать. Вот до вторшнего дня, кто у меня сейчас десятого потока, уже начинаем проходить линейную иллюстрацию. Будем подробно разбирать перо и отрабатывать на линейных иконках, линейных иллюстрациях. И это вот то, что вы видите в раскрасках, это линейная иллюстрация, линейные иконки, но они вообще везде. То есть на любой сайт зайдете, вы, скорее всего, их увидите. Такая очень распространенная штука. Вера уточняет мои слова, даже не заметишь, как все поймешь и захочешь еще раз на курс. Да. Глазик. Слушай, быстро получается, что я нарисовала? Я оленя сегодняшнего тоже быстро сделала. Кто тут с нами рисует? Давайте рассказывать, как у вас успехи, получилось ли применить в травочную маску и понятно ли происходящее. Да, и показываете еще. Да, да. Вообще-то. Какого цвета глаз? Белым. Давай белым. Вот прям... Нет, я хочу прям глаз сделать. А он не будет? Меня... Посмотрим. Надо посмотреть, да. Сейчас в флэт реализм, похоже, уйдем, да? Постепенно. Слегка. Так. Так. Лена пишет, что еще не дошла до обтравочной. Ну, видимо, тогда уже будем после эфира ждать готовую работу. Очень интересно посмотреть, что получится. Да. Я вообще, я каждый раз так жду работы. Угу. Ты так разглядываешь долго? Да, 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 да. Да, да, да. Они еще все-таки разные получаются, такие классные. Так много об авторах говорят на самом деле всегда. Ладно, это может быть странно выглядеть. Да, мне тоже кажется, что на это находятся. Думаю, что надо сделать белым, типа просвечивающим. Сейчас попробуем. Давай. Одинокая ресничка. Очень интересно, что получится. Да, а в какую форму хочешь поставить? Маковое поле, кисти, о, да, да. Лошадь. А, лошадь, лошадь. Все, я жду. Я жду больше всех. И еще одна лошадь будет. Лошадь в лошади. Ой, классно, да. Все, буду очень ждать. Договорились, я запомнила. Ой, птица. Да, его не видно. Его с яшечкой бы какой-нибудь. Ну, типа задумка была вот такая у меня, что если глаз добавлять, чтобы он, типа, есть, но вокруг него можно за него. Сейчас, наверное, вершу тут. Так. Что-то я зависла. Ой, что я сделала? Не. Ну, прям странно. Да, по идее, это надо сделать. Если его делать, то так, чтобы он не сливался именно с фоном. Вот сейчас он, как солнце, смотрится. С одной стороны, прикольно, если бы не было заката. То есть, если бы солнце размещалось прямо там, это был бы неплохой вариант. Но тут видно, что оно по-разному смотрит. Так, Лена пытается запихать жирафов по льва. Хорошо звучит. Да, кстати, без контекста, реально. Вообще, мне идея нравится. он еще лев такой очень агрессивный. Прикольная иллюстрация получится. Где ты это видишь? В чате. У меня опять все сломалось, что ли? Нет, а может, Лена просто в сам чат отправила, именно который, знаешь, как группа. я вижу поэтому. У меня его не выдает почему-то. У него как бы типа вступить надо, но это абсолютно бессмысленное мероприятие. Но это вот именно комментарии в Телеграме реализованы немножко неудобно. Все-таки. Ань? Я смотрю, я еще в чат. Не нашла. Ну, потом увидим, значит, готовую работу. Нарисуй просто глазик просто белый, ну, то есть по форме глазика, но просто вот просто белый, то есть как будто сложная обтравочная маска была, типа фон просвечивает. Интересно, как это будет смотреть. А дыру просто сделать? Типа да. Типа вот так. Угу. Слушай, мне кажется, хорошо. Ну, считается, что это именно форма котика. Что думаешь? Попробую. Там только птицу надо будет сместить. Угу. Ты зрачок рисуешь? Я хочу сияшечку. Кого? Сияшечку. Это что? А, а, сияшечку. Чтобы оно, чтобы оно светилось. Аня любит сияшечку. Да, сияшечка. Типа вот так, чтобы не резкий край был. да можно и так здорово вектор что можно что-то перенести птица ты будешь отныне здесь и еще и вот да что я на фон на эту тыкву постоянно давай я вот к верхней поближе по ней там вместе были верхней так не к глазу в общем да 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 чтобы она прям не это не мешало глазу классом видишь такой стратегически важный же по смыслу а сейчас все сохранились да александр первым делом такой сохранится запись тогда все в порядке хорошо я очень постараюсь запись выложить сегодня я поверю в интернет но однажды все должно получиться поэтому да постараюсь делать запись сегодня в принципе наверное все на суши думаю да да мне очень нравится классная техника очень эффектно и главное когда не знаешь как она создана что она создается на самом деле довольно просто смотришь на нее думаешь блин как красота показываешь людьми такие блин как классно ты думаешь на футболки кстати я подумала было прикольно распечатать да вот еще тени ему сделала аня аня у меня предложение появилась внезапно какое не знаю понравится тебе или нет ну что если сейчас на копии этой работы сделать ее же но поперкатом я думала об этом так что погнали а то что у нас эфир всего полтора часа идет сейчас быстренько тени добавим получится новая работа просто подумала что на футболке поперкат ну как бы внутри обтравочной маски может смотреться очень интересно то есть прям глубоко согласно вывез бы компуктер товарищи что думаете друзья кто с нами сегодня кто смотрит это я такая можно будет кому-нибудь сделать паперкат или такая давай делай кому-нибудь начнем с себя чуть тишина всё-таки ааааааааа адрю скажи что ты делаешь для тех кто не смотрел предыдущий фир напомни x это вертикаль я взяла одно облако применила к нему тень ну тень у меня получилось мягко может я чуть-чуть усилить будет вот и потом выделила все объекты из меню эффект эффект получается эффект стилизация в верхнем блоке и там тень ее настраиваем и потом применяю ко всем остальным объектам которые есть то есть это остальные облака дерево жирафики департ и так далее и птички все думали хотели сделать паперкат вот мы закрыли потребность похоже вот и все вся тень со всеми настройками с точно такими же применилась к я что я кажется что то плохое сделано что нет 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 вот он подвисает чуть-чуть тень уже он такой избавьте меня от нее у него воронит так и чего она общую группу не делает да даже если вся тень везде одинаковая принципе объектов немного мне кажется лучше по отдельности на каждый не так у меня уже применено она просто мелкая а я знаю я отменю сейчас везде тень быстрее так нет смотри-ка да ну да мы сейчас это до завтра ждать будем так он очень долго обрабатывает так y это право нет это верх-низ фу я я на x смотрю и говорю что игрек так это нужно если вниз то это уменьшить уроки алгебра сейчас у меня плохо это все давал там надо было немного рисовать поэтому еще более-менее ориентируюсь наверное вот так хватит я если что с телефона смотри поэтому мне немножко мелковато и в целом мне нравится то есть я вижу такую общую картинку а в деталях нет и грек я же тебя настраивала ты чё сломалась хотела чихнуть прикольно вот как сделать две картинки из одной за пару минут тут должен быть облака куда делю облако а его перенесла все нормально ой не ты вот тут должно было быть чуть-чуть мне кажется лучше без него оно такое ритм начинает улавливаться с ним а так я даже не знаю какая мне нравится больше плоская или которая поперкат блин они обе клевые да вот по-своему можно сделать еще третий муряк не 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 я эту переношу а еще покажи как сохранить сейчас ой глаз пропал как тела типа друг на друга смотрят все сохраняем можно фон еще сделать какой-нибудь чуть-чуть посерее чтобы белый сетчатку не выжигал что-нибудь такое я бы чуть посветлее сделала ну либо белым оставить мне белый просто нормально ну если тебе конечно больше хочется такой ну мне он по глазам бьет белый да то есть да с оттенком он как-то полегче мне воспринимается иногда вот он там вероника пишет жаль что поперкат нельзя на стоке грузить из-за темни да там вот именно тень через стилизацию через эффекты действительно грузить нельзя потому что это растровый эффект но тень можно реализовать другими способами они более сложные либо через переход либо градиент смешем ее сделать сейчас если не понятно что я говорю нет должно быть понятно да конечно да должно быть понятно вот а вот она знакомая получается какие есть способы да либо переходом сделать такой плавный типа градиент имитацию градиента но он будет переходом то есть там будет просто много фигур либо градиент смешем либо можно еще сделать обычную плоскую полупрозрачную тень она будет смотреться не так прикольно то есть менее реалистично но она все равно будет имитировать тень поэтому можно попробовать так ну что все получается я не рассказала как сохранять давай давай файл у меня этого окна не видно экспорт экспортировать как дальше вот у меня эфир 3 она называется я это сохраню на рабочий стол обязательно ставим галочку использовать монтажные области потому что если мы не сохраним их не используем то у нас все что за пределами работает вот там все референсы и прочий мусор который я оставляла за пределами он сохранится на одном как на полотно поэтому обязательно сохраняем то используем монтаж области галочку ставим экспорт вот дальше у нас цветовая модель rgb для экранов если захотите распечатать то смик а слушай на футболках тоже смик наверное да надо ставить лучше уточнить там где будет печататься качество десяточка разрешение я поставила среднее то есть но по идее 300 для печати 72 для экранов но мне нравится 150 потому что ну типа допустим при выкладывании там куда-нибудь в соцсети еще что то то есть оно сохраняет качество потому что многие там тот же контакт он очень сильно съедает качество поэтому на 150 на 300 меня спасает вот и все окей и все и готово еще нарисовали иллюстрации аня мне кажется благодаря этим эфирам у тебя так это портфолио знаешь потихонечку наполняет да я хоть техники вспоминаю вообще причина порисовать да а то иногда у тебя будни забываешь там вот эфир я еще как планшет купила я иллюстратор вообще забросила а-та-та да не я прям я отдохнула от него сейчас мне нравится уже то есть я отдохнула в какой-то момент я такая хватит избавьте меня это нормально разнообразие очень часто нужно тем более ты через вектор пришла в иллюстрацию если я правильно да ну да вектор очень часто помогает послужить из ничего в мир иллюстрации богатые интересные многие ученики я причем искала курс по растру чтобы фотошопе рисовать и так далее с девочкой списывалась с одной ну у которой курс как раз но мне он не подошел потому что он больше типа действуй и там один блок только по иллюстрации ну а он больше на монетизацию я на работу посмотрела он говорит в векторе рисую я говорю да она говорит ты хочешь в растер я говорю да обычно наоборот все что типа из растер в вектор чтобы переводить да очень многие хотят переходить это потому что ну возможности расширяются ну там элементарно даже качество сохранять я говорю нет я наоборот Вот когда двумя техниками владеешь, особенно прикольно, потому что по ситуации просто используешь, где что удобнее, так скажем Да, здорово Ну что, получается на сегодня всё? Так Тут всё сохранилось, да? Не забудь скинуть мне свои работы, чтобы я их выставила, всем показала Вот я сказала, что это классно Прямо сейчас это сделаю, потому что потом я забуду Я бы тебе напомнила Но вам, друзья, я напоминаю что очень-очень мы вас с Аней ждём на курсе Вектора, он стартует уже завтра Уже завтра вы будете начинать создавать свои собственные иллюстрации в разных-разных техниках Аня будет вашим куратором Ну и буду я Как спикер ваших коротеньких маленьких уроков Будем очень вас всех ждать Не забывайте, что есть скидка на 15% Промокод ЛЕТО Для тех, кто у нас идёт на 10 поток Вот на эти ближайшие два дня можете воспользоваться Будем очень вас ждать Будем рисовать Много рисовать Да Я так люблю смотреть работы Вообще Особенно контрольные Они масштабные получаются И проектные Проектные же вообще О, это вообще Где смотришь, думаешь, кайф Часто кайф До того, как проверять их, скидывают Я сижу, думаю, вау Нужно же что-то поправить Ну, по-хорошему-то всё равно же Везде есть, где что-то работает, смотришь Думаешь, что тут править Иногда нечего абсолютно Мы так и говорим В общем-то, нечего поправлять Вы идеально Да, да, есть такое Блин, ладно, уже ждём Уже завтра начинается работа Вот Сегодня, если вы рисовали вместе с Аней Обязательно показывайте ваши работы Выкладывайте их в Инстаграм Если всё ещё сидите в Инстаграме Отмечайте Аню Отмечайте меня Отмечайте аккаунт школы Будем вас репостить Будем сами смотреть вашу работу Очень радоваться Да, да, да Ну всё, получается Ань, тебе сейчас нужно сохранить Насколько Да Так Остановить запись Клера пишет